Я начинаю снимать еще один сериал. Через неделю я уезжаю, переезжаю. Также еще одна печальная новость про свой хаос. Он, так же как и хайп хаос, на грани разрыва. Джордан Такер, а Мулат, красивый. Ну, короче, был жесткий флирт. Какой вы хотите от меня реакцию, скажите мне, пожалуйста. Брайс снял штаны и показал свою. Потом Джош разошелся и снял трусы. Моё сердце разбитое, я плачу перед тем, как засыпать и сдаюсь. Я сделала дистрек на Томаса, Чарли и Дикси. Якобы они не являются частью хайп хаоса. Всем привет, меня зовут Мишель. И сегодня я вернулась к вам с самыми свежими новостями, которые я сегодня расскажу. Если вы еще не подписаны на мой канал, то добро пожаловать в нашу большую семью. Подписывайтесь, поставьте палец вверх под этим видео, если оно вам понравится. И также оставьте в комментариях внизу идеи для видео, которые вы бы хотели увидеть на моем канале. А еще совсем скоро у меня на канале выходит мой собственный клип под мою песню Love Online, где будут участвовать ваши любимые блогеры из СНГ и также ваши любимые американские тиктокеры. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы ничего из этого не пропустить. Также у меня очень-очень-очень важные новости для любителей сериала. Моя американская сестра, сериал, который мы снимали прошедший год. И уже у нас целых три сезона за спиной. И из-за карантина мы не смогли доснять пару серий из третьего сезона, что было очень обидно. И я очень хотела бы вам показать концовку, вся эта идея, как она завершается. Поэтому я собралась силами и решила доснять последнюю серию моей американской сестры. По идее осталось три серии из последнего сезона, но мне придется все сократить и вставить в одну серию. Она будет очень длинная, и я уверена, что она вам очень сильно понравится. Из-за карантина очень многие планы обрушились, потому что в многих местах мы не можем снимать, там, где планировали. Многие ребята не могут приехать поучаствовать в съемках. Поэтому как бы исходим из того, что есть. И если я не досниму этот сериал сейчас, то, честно, я не знаю, сколько вам придется ждать. И мне очень хочется вам скорее все показать и выложить эту последнюю серию. Мне немножко пришлось изменить сценарий из-за обстоятельств. Я думаю, что вы меня поймете, я хотела все сделать вау просто, чтобы это было просто грандиозно. Но из-за коронавируса у нас это не получилось, к сожалению, сделать. Плюс ко всему, через неделю я уезжаю, переезжаю, и у нас есть всего одна неделя на съемку. Я не могу вам пока что все рассказать, но в моей жизни грядут очень большие изменения и перемены. Но со временем вы все узнаете, и я могу вам сказать то, что премьера последней серии «Моя американская сестра» будет 30 мая. И еще одна новость. Вы просто... Я не перестаю вас удивлять. Вы не ожидаете того, что я сейчас скажу, но... Сейчас вы поймете, почему я должна очень быстро доснять «Мою американскую сестру». Это потому, что я начинаю снимать еще один сериал. Сюрприз! Я поняла, что снимать сериал это как наркотик, потому что я уже переступила на планку выше, на планку кино. И я понимаю, что я не могу просто сидеть и снимать вот обычные видосы на камеру. Мне хочется делать что-то большее, делать что-то круче, выходить полностью из зоны комфорта. И я отдохнула после этих очень сложных съемок этого сложного года. Я отдохнула, карантин помог, честно, мне он помог отдохнуть, переосмыслить многие вещи и родить новую идею. Поэтому нужно как можно скорее доснять «Мою американскую сестру» и в лето я начинаю вас баловать. Я пока что много рассказать не могу, могу сказать только, что моя американская сестра выйдет 30 мая. А дальше уже ждите трейлер к новому сериалу. Ну все, это пока что новости о вашей любимой Мишель Кенеле, а теперь мы переходим к новостям о ваших любимых американских тиктокерах. Я поняла, что я где-то неделю про них не снимала, но я копила все новости и хотелось полностью в это видео сделать его насыщенным и рассказать вам все. Первая новость, которая меня очень порадовала, это то, что у Эдисон после всего этого хейта, который она получала, о котором я вам рассказывала в предыдущих моих видео, походу, как и у ее младшей русской сестрички, появляется Love Online. Ну, возможно, не прямо Love Online, но вероятность зарождения отношений у нее точно есть, потому что ее фаны просто жестко шиперят ее с популярным баскетболистом. Джордан Такер, мулат, красивый, почти двухметрового роста, который очень подойдет Эдисон, как мне кажется. То есть он атлет, она тоже такая спортивная. Ну, короче, как вы со мной с Гэвеном делаете, так же их фанаты придумывают имя уже их детям. И говорят, что от такого кровосмешения эти дети будут пипец, какие красивые. И так же, как и вы мне пишите под видео русская, которая смогла, так же и они пишут ей о том, что она выиграла эту жизнь. Хотя мне кажется, это он, ему больше повезло с ней. Ну, понятно, что у него очень много фанатов, и они там просто сходят с ума сейчас. Я вам ставлю тут скрин с парой комментариев. Короче, все началось с того, что он в ТикТоке снял с ней дуэт. Дуэт он снял под эту песню. И написал очень провокационное описание. Я могу тебе сделать уа легко. Ну, короче, был жесткий флирт. После этого от нее было очень много таких странных твитов. Ну, как странных, хороших. Она говорила о том, что она счастлива, и то, что ей нужен человечек на карантин. Ну, и, конечно, самое интересное это то, что они подписались друг на друга в Инстаграм и предполагают, что они общаются. Ну, и так же три дня назад он выложил сториз в Инстаграм, где он снимал под песню I need a bad bitch, Addison Rae, Shorty the baddest. Песню, которую написали про Эдис. Так же ситуация, которая произошла пару дней назад, у меня с обмобили просто в директе, чтобы я отреагировала на ситуацию, которая произошла с Джошем. Какой вы хотите от меня реакцию, скажите мне, пожалуйста. Видела ли я видео? Да, видела. Если бы мне было 11-12 лет, когда я его увидела, возможно, да, я бы испугалась. Но сейчас я это как-то восприняла более спокойно. И я не сторонник хейтить человека за какие-то глупые поступки. Особенно по пьяни, когда они происходят. Всем нам суждено ошибаться. И я уверена, что он хороший человек, невзирая на какую-то фигню, которую он делает в интернете. Я уверена, что он понимает, что он неправильно поступил. Но здесь уже наш выбор. Гнобить человека за это всю жизнь или быть великодушными и понять. Если вы не понимаете, о чем речь, то у ребят был эфир, у ребят со своей хаоса. И да, действительно, они там напились и творили какую-то хрень. И сначала там Брайс снял штаны, показал свою жопу. И потом Джош разошелся и снял трусы. Я понимаю, что мне смешно от этого, потому что я более-менее взрослый человек. Но да, возможно, если бы это посмотрели дети, и именно из-за этого их и захейтили. Потому что это могли смотреть дети, это могло травмировать их психику. Ну и опять же, все дети по разному воспитаны. Кого-то это могло травмировать. Кто-то там, как в Германии, например, дети ходят с детства в общие бани и абсолютно спокойно к этому всему относятся. Но опять же, да, я не думаю, что он правильно поступил. Но я думаю, что в этот момент, в момент эфира, он совсем не думал о том, что это могло бы кого-то травмировать. У него не было каких-то плохих намерений в этом плане. Самое главное, что у него не было злого умысла. И он не пытался кому-то нанести какой-то вред. Поэтому в этой ситуации, как говорится, понять простить. Также еще одна печальная новость про свой хаос. Очень многие ребята в Америке говорят о том, что он, так же, как и хайп-хаос, на грани разрыва. Из-за того, что у ребят внутри случаются конфликты свои какие-то. И они, видимо, не ладят. Этому подтверждению является такая онлайн-перепалка Кио и Гриффина. Потому что ребята Джейден, Джош, Брайс и Гриффин поехали в Техас и не позвали его с собой. Когда Кио в интернете спросили, почему ты не в Техасе, он снял TikTok и ответил laugh out loud. Типа очень смешно. И потом объяснил то, что его просто не позвали. На что Гриффин ответил, что если ты хочешь, чтобы тебя куда-то кто-то звал, то тебе нужно почаще выходить из своей комнаты, а не сидеть там 24 на 7 и ни с кем не общаться. Также буквально только что Несса выложила твит, где написала И опять же, я не знаю, с чем это связано. С хейтом, который на нее вылился из-за того, что она сняла танец под Коран, про который я говорила в предыдущем своем видео. Либо это связано с последним поведением Джоша, потому что, опять же, он сейчас уехал в Техас с ребятами, со своими друзьями. И они это в прямом эфире все творили. И я думаю, что на ней это тоже как-то сказалось. Ей неприятно, поэтому возможно, что это происходит у них в своих личных отношениях. Также еще одна новость. Томас выложил сториз, где написал о том, что Дейзи на него готовит дистрек. То, что она будет на него делать дистрек. И то, что он не понимает, почему он пережил уже этот весь скандал и не говорит о нем, а она продолжает хайпить. На что Дейзи ответила, типа, чувак, я не умею петь, во-первых, поэтому мне смешно от этого. Во-вторых, я не знаю, кто тебе сказал, что я собираюсь сделать для тебя дистрек. Типа, это ты сейчас хайпишь и ты сейчас это выносишь на всеобщее обозрение, ты это сейчас выносишь в интернет, потому что я такого нигде не говорила. То есть, следовательно, наш весь скандал ты снова поднимаешь, а не я. Дейзи делал и дистрек на Томаса. Также буквально вчера Ник из Хайпхауса выложил видео в ТикТок, где показал фотографии а-ля ребят из Хайпхауса. И очень многие заметили то, что в его ТикТоке не присутствовало Чарли и Дикси. Якобы они не являются частью Хайпхауса. Еще одно подтверждение в копилку, то что они уже больше не являются частью этого проекта, просто еще не сказали об этом официально. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вам понравились сегодняшние новости, что они были информативными для вас. И если это так, то ставьте палец вверх под этим видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить, потому что, ну как вы поняли, я вас буду очень много радовать контентом. Новый сериал, продолжение моей американской сестры, последняя серия и трек с клипом. Совсем скоро все ждите, но я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!